Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Добрый день. Уже завтра в Казахстане стартует сбор заявок в проект 100 новых лиц. А в этом году он посвящен году молодежи. Участвовать в нем может любой казахстанец до 39 лет, проживающий как в стране, так и за ее пределами. Рассматриваться будут их конкретные достижения в сферах науки, общества, медицины и спорта. Чтобы оставить заявку, необходимо зайти на сайт проекта и заполнить анкету. За недостоверную информацию, в том числе и накрутку во время онлайн-голосования, организаторы могут исключить участника. Отбирать кандидатов также намерены и другим способом. Победители прошлых лет посетят все регионы Казахстана в поисках самых достойных. Итоги подведут в декабре этого года на официальной презентации с участием Ельбасы. В прошлом году всегда надо было, чтобы кто-то выдвинул человека. Либо коллектив, либо группа, либо друзья, знакомые. В этом году мы сделали небольшое исключение. Человек может сделать самовыдвижение. То есть он может на этот сайт, который есть, он может о том, что он хотел бы сказать, выразить, подать заявку, что я такой-то, такой-то. Считаю, что я готов и имею право участвовать в этом. То есть мы как бы здесь поощряем такой творческий подход, и чтобы люди не стеснялись смело участвовать. Между тем, сегодня в Казахстане заканчивается прием заявок на участие в отборе в президентский молодежный кадровый резерв. В Мангистауской области документы подали около ста человек. В числе тех, кто желает попасть в топ-300, Бекбулат Олегенула. Известный краевед-терколог знает не только историю своей страны, но свободно преподносит научные темы на трех языках. О красоте и многообразии живописных уголков Мангистау должны узнать за пределами Казахстана. Эту идею вынашивает Бекбулат Олегенулы, директор областного историко-краеведческого заповедника. 32-летний ученый – один из тех, кто занимается мегапроектом – созданием геопарка. Гости региона увидят подземные мечети Султана Пер и Шакпа Ката. Величественные каньоны и оазисы посетят музей и побывают на раскопках древних городищ. Показать роль нашей кочевой культуры, то есть какое место они занимали. И, естественно, все это должно служить не только во благо казахского народа, а вообще для человечества. Я буду делать просто ту работу, которую я хорошо знаю, которую сферу, те моменты, которые еще упускаются, те минусы. Но эти минусы должны быть в первую очередь превращены в плюсы. То есть увидеть слабые места и вот эти слабые места как бы тюнинговать. Бекбулат 8 лет проработал в нефтяной сфере. В прошлом геолог, а в настоящем краевед-тюрколог узнал о наборе в президентский кадровый резерв из социальных сетей. Сегодня его цель – убрать все бюрократические препоны для руководящего состава. Наукой должны заниматься ученые, а документации специалисты с соответствующим образованием, считает исследователь. Самый главный для себя вопрос, что я могу сделать для своей страны. И что может делать страна для своих молодежи. Тем более этот год у нас год молодежи. И со стороны государства, я думаю, это очень хорошее начало. Дать возможности проявить себя молодежи, которые разных сфер, начиная от медицины, заканчивая атомной энергетикой. И каждая молодежь, которая вносит себе какие-то идеи креативные, может реализовать себя. А кадровый резерв, я думаю, это большой старт, социальный лифт, который поможет реализовать. Сотрудники Департамента агентства Республики Казахстан по делам Государственной службы по Мангостауской области провели встречи с молодежью. Они рассказали о перспективах нахождения в президентском молодежном кадровом резерве, охватив более двух тысяч человек. Это люди не старше 35-ти с высшим образованием, которые имеют старшую работу не менее пяти лет. Тамара Степанова, Ринат Дусалеев, Мангостауская область, Хабар-24. В Жамбылской области растет число начинающих бизнесменов. Этому способствует программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Особый интерес к госпрограмме проявляет сельская молодежь. Например, в этом году в Сарасулском районе для получения микрокредитов 73 жители получили специальные направления. А 89 сельчан стали обладателями безвозмездных грантов для развития своих бизнес-идей. Одна из обладательниц государственного гранта Айнур Есентаева. Она занимается шитьем почти 17 лет. Начинала с малого пошива штор. Позже решила расширить свой бизнес и открыла мини-цех. На работу приняла двоих человек. Вместе они шьют корпес с национальным орнаментом и приданное для невест. В день изготавливают 12 комплектов. Изделия пользуются большим спросом. Готовую продукцию отправляют на рынки Нур-Султана, Караганды и Шимкента. Я получила сертификат, а затем грант на 505 тысяч тенге. На эти средства купила две швейные машинки и приобрела швейные принадлежности. Цех полностью оборудовала. Заказов много, так как используем настоящую вату. Покупатели в первую очередь оценивают качество. За покупкой многие приходят повторно. Это значит, им нравится наш пашев. В этом году в Сарасулском районе микрокредиты получат 74 человека. На это предусмотрено свыше 300 миллионов тенге. До конца года обладателями грантов станут еще 198 начинающих бизнесменов. Из подавших заявлений 43 человека получили на развитие своего дела чуть больше 149 миллионов тенге. Жители, которые получили безналичные средства, открыли ИП и начали работать. Еще 130 человек сейчас проходят обучение. 75% местных жителей, которые получили кредиты и гранты, делают ставки на скот и развивают животноводство. Тем более для развития этой отрасли сельского хозяйства в регионе создаются все условия. В Карагандинской области растет поголовье скота. Элитные породы сельчане приобретают по программе «Сабага». В этом году уже профинансировано 50 хозяйств региона. В будущем фермеры планируют наращивать и экспортный потенциал. Подробности у моей коллеги Гульнары Хасан. Собственное дело. В родном поселке Алтай-Абишев развивает вот уже несколько лет. В прошлом году в его хозяйстве насчитывалось более 100 коров и 200 лошадей. Узнав о программе «Сабага», фермер решил увеличить поголовье. Мы получили кредит по программе «Сабага» на 70 миллионов тенге. Это максимальный заим. На эти средства закупили в России 104 голов КРС породы ангус. Они устойчивы к холодам. Животные хорошо адаптировались, быстро набирают вес. В будущем намерены поставлять мясо и на экспорт. Помимо скота, Алтай-Абишев закупил и необходимые корма. Программа позволяет приобретать и сельхозтехнику. Условия кредитования лояльны, говорит фермер. Кредит выдали на 15 лет. Поставки вознаграждения 14% годовых. 10% из них погашается за счет госсубсидий. Преимущество программы оценил и жаксылых супыжанов. Год назад он закупил 69 коров породы Гирефорд из России. Помощь таким хозяйствам, как наше, неоценима. Условия кредитования удобны. Есть каникулы по погашению кредита. Ближайшие 2,5 года я не буду платить основной долг и вознаграждение банкам. Это большое подспорье. Ведь мы должны получать первый приплод, успеть его дорастить, сдать на откормочные площадки, получить выручку. Всего в прошлом году программой СБАГА воспользовались 87 фермерских хозяйств Карагандинской области. Закуплено около 5,5 тысяч голов крупного рогатого и 2,5 тысячи мелкого рогатого скота. Планы фонда этого года оказать финансовую помощь фермерам в размере 7,5 миллиардов тенге. 2,4 миллиарда из них по программе СБАГА планируем профинансировать закуп крупного рогатого скота на 3,5 тысячи голов, а также более 5 тысяч мелкого. Сейчас это реализуем. На 1700 голов уже выдано финансирование. Стать участником программы может каждый фермер, имеющий пастбищные угодья и необходимые условия для содержания животных. Главный критерий для заемщика – положительная кредитная история. С начала года заявки подали уже более 40 хозяйств. В Западно-Казахстанской области активизировали работу по возврату государства неиспользуемых земель. Всего за последние годы в регионе было выявлено больше полутора миллиона таких участков. Каким образом возвращают пустующие земли и что грозит недобросовестным арендаторам, выясняли наши корреспонденты. В крестьянском хозяйстве Мербулата Женгалеева больше 2,5 тысячи гектаров. В этом году собрали неплохой урожай зерновых и масличных культур. Однако фермеры беспокоят пустующие по соседству земли. Сорняки с этих территорий начинают опутывать и его земли. Много земель вокруг. То, что не мог, надо вернуть эти земли. Это правильно. Мне вот эти 2,5 тысячи гектаров вполне хватает. Потому что есть ребята, денежные ребята, есть у них силы, есть техники мощные. Ну и земли нужны. Вот таких ребят надо поддержать. Тогда у нас будет достатки хлеба будет, достатки фуража будет. Все будет достатки. Будет и сено, и все будет. И цена на хлеб будет стабильная. В области около 7 миллионов гектаров земель сельхозназначения. Порядка полутора миллиона гектаров не используется. После ревизии местных земель часть владельцев все-таки начали обрабатывать. Но больше миллиона возвращено государству. Были у нас недостатки по тому, что предоставлялись фиктивные отчеты о пассивных площадях. И чтобы устранить эту проблему, мы до конца года внедрим геоинформационный портал, который через спутник позволит фиксировать фактическое использование земель и выявлять тех, кто не использует земли. С нерадивыми землепользователям предлагают бороться посредством новых технологий. Совсем скоро в регионе запустят специальный портал. Геоинформационный сервис позволит контролировать использование земельных участков через спутник. До конца 2019 года предполагается автоматизация более 30 процедур в сфере земельных отношений. Инвестора смогут ознакомливаться с участками, которые предоставляет Акимат для недропользования. Вся работа направлена на сокращение сроков государственных услуг и оптимизации процедур. Арендаторам неиспользуемых земель рекомендовано добровольно передать участки в государственную собственность. В противном случае вопрос будет решаться в судебном порядке. Росатканова, Руслан Газезов, Булат Шерлгасов, Уральск, Хабар-24. Теперь о том, что происходит в мире. Сильный пожар произошел на железнодорожной станции Харамейна в саудовском городе Джида. Пострадали не менее пяти человек. Пожарные бороли с огнем при поддержке авиации. Возгорание началось на крыше здания. Именно эта железная дорога связывает два священных для мусульман города Мекку и Медину с портом Джида. Станция была построена в рамках проекта по развитию туризма. Сейчас железнодорожное сообщение временно приостановлено. Один человек погиб. Еще десятки пострадали из-за пожара в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос. Огонь вспыхнул в одном из контейнеров. Мигранты разожгли костры, требуя переселить их на материк, чтобы успокоить митингующую толпу. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Отмечу, сейчас в лагере проживают 12 тысяч беженцев. За последние месяцы из Турции в Грецию прибыли 8 тысяч нелегалов. Венгрия не планирует выходить из Европейского Союза, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Добавив, однако, что восточные и западные члены блока должны найти компромиссы в отношении будущего ЕС. У Орбана непростые отношения с Брюсселем, например, из-за его отказа принимать мигрантов. Евросоюз также не устраивает впроводимое Орбаном политика по усилению контроля над СМИ, судебной системой и академическими институтами. На фоне этого и его воинственной позиции появились слухи о том, что Венгрия может на каком-то этапе последовать примеру Великобритании и покинуть блок. В Конгрессе Соединенных Штатов заявили, о планах получить доступ к звонкам Дональда Трампа с мировыми лидерами. Это необходимо для защиты национальной безопасности США. Конгрессмены полны решимости выяснить, есть ли попытка скрыть содержание этих разговоров. Ранее Белый дом значительно ограничил доступ к записям разговора Трампа с Путиным, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. И вернемся к новостям в нашей стране. Новые дороги появятся в селах Муналинского района Мангистауской области. На их прокладку по программе Аул Ельбеса выводили на более 400 миллионов тенге. По новой внутрипоселковой дороге местные жители смогут быстро добраться до местного назначения в любую погоду, уверяет подрядчик. В селе Мангистау Муналинского района проживают около 37 тысяч человек. Ежегодно на отчетных встречах Акима вопрос о строительстве нового дорожного полотна, ксакалы, вставили ребром. Об асфальтированной дороге местные жители мечтали почти пять лет. Вижу, как меняется облик нашего аула. Старую дорогу дорогой назвать сложно. После дождя она больше напоминала болото. Добраться до городской трассы было сложно. Уходило много времени. Ждем, когда закончат ремонт. Два километра полотна уже уложено. Обочины укрепляют щебнем и грунтом. На главных улицах районного центра утрамбовывают песок. Подрядчик планирует приступить к строительству второй части объездного пути. Дорога проходит между жилыми массивами Айрахты и Агиспе. Она будет соединять подъездные пути к основной трассе. Компания, выполняющая работу, обещала уложиться в срок. В следующем году новое дорожное покрытие появится и в других селах района. Мы запросили 450 миллионов тенге. Длина участка составит 15 километров. Деньги на строительство и реконструкцию внутрипоселковых дорог были выделены из республиканского бюджета. Это 490 миллионов тенге. Согласно плану, до конца года здесь появится 12 километров нового асфальта. Эта дорога будет соединять два жилых массива. Ну а в 2020 году новое качественное дорожное покрытие появится в селе Кызылтубе Муналинского района. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Магисталская область, Хабар, 24. В Жавловск области газифицируют первые четыре отдаленных населенных пункта Сарасовского района. Газопровод в село уже провели. Теперь голубое топливо осталось подключить в домах. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее. Тогескента, Бельдам, Майлыколь и Досбол. Эти села газифицируют самыми первыми. Голубому топливу подключат более 300 домов. Газа в Сарасовском районе никогда не было. Теперь сельчане надеются, что трудности с отоплением в зимний период останутся позади. Вот, к подключению газа уже готовы. Все трубы завели во двор. Мы очень рады, что наши села газифицируют. Раньше отапливали дома дровами и углем. За сезон уходило 5 тонн черного топлива. А это около 100 тысяч тенге. С подключением газа расходы на отопление будут в два раза дешевле. Хадиша Ажибекова не перестает хвалиться новой газовой плитой. Хозяйка дома хочет быстрее научиться обращаться с техникой и порадовать домочадцев вкусной выпечкой. Радости нет предела. Все хозяйки с нетерпением ждут, когда в дома проведут газ, пока готовим пищу на электроплитке. Конечно, это дополнительная плата за свет, но ждать осталось недолго. Работы по газификации выполнены на 80%. Трубопровод протяженностью в 127 километров протянули от села Оек Таласского района. Строительно-монтажные работы на стадии завершения. После специалисты проведут контрольный осмотр и 1 октября подключат села к голубому топливу. Кроме того, в район дополнительно протягивают крупную газовую магистраль из населенного пункта Шаян Туркестанской области. На эти работы из республиканского и областного бюджетов выделили чуть больше трех миллиардов тенге. Работает подрядная компания. На следующий год планируем провести газ в город Джанатас. Также подготовили проектно-сметную документацию на газификацию еще 14 населенных пунктов района. Между тем, за последние годы в Жамбулской области подключили голубому топливу более 133 сел. Сейчас область газифицирована пока на 48%. Специалисты заверили, что к 2027 году этот показатель вырастет. Газу подключат еще 196 населенных пунктов. Анастасия Сулейманова, Руслан Хатила, Жамбулская область, Хабар, 24. В октябре до конца года электричеством обеспечат три жилых массива. В настоящее время линии электропередачи тянут в несколько микрорайонов. В жилом массиве «Думан» работу завершат в следующем году. По семи другим разработана проектно-сметная документация на проведение света, газа и воды. Еще 14 ждут своей очереди на изготовление ПСД. Всего в областном центре в проведении инженерной инфраструктуры нуждаются более 20 жилых массивов. Для обеспечения коммуникациями только одного из них требуется около 200 миллионов тенге. Поэтому нередко местным жителям приходится годами ждать элементарные блага цивилизации. Нам бы хотелось бы побыстрее это все сделать. В следующем году, если бы было во всех жилых массивах электроснабжения, мы бы обеспечили бы. Это для нас бы очень большой показатель был бы. Но, опять же, не все в наших руках. Это все согласно выделению денежных средств. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин